Это я, а это 100 других игроков, и все они будут пытаться убить меня в гигантских Майнкрафт-голодных играх. Через 7 реальных дней только один останется в живых. Поэтому, чтобы выжить, мне придется делать укрытие, создавать снаряжение и искать тиммейтов. Но сейчас я абсолютно один, и лишь с одной жизнью я собираюсь начать это наисложнейшее испытание. Бежим в центр, пожалуйста, что-то хорошее. Я бы искал сундук, в котором особо ничего не было, и начал бежать так далеко от спавна, насколько возможно. Потому что на спавне уже были наимощнейшие команды, убивавшие всех подряд ради сердец. Я бежал через лес, когда команда из четырех начала гнаться за мной с оружием. Он здесь, он здесь! Да, да, я за ним. Да как я по нему не попадаю? Ночи, иди сюда! Догоняем его, парни! Так, тут здание. Парни, за мной! Надеюсь, тут будет внутри что-то хорошее. Эээ, он внутри? О, он заблокировал дверь! Заходим, заходим, ломай блоки. Идем, идем! Он сломал эти. Не подходите! О, нет! Вот это да! Даже не знаю, как я все еще живой. Похоже, не надо было брать скин Ночи. Куда он делся? Будто бы просто исчез. Команда из четырех убежала в лес, а я быстро сделал себе деревянные вещи. И быстро начал копать вниз, надеясь, что рядом нет никакой другой команды. И неожиданно я обнаружил ник неподалеку. Погоди, написано Шанглдор? Не может быть! Мы с ним хорошие друзья! О, похоже, он в шахте. Шанглдор! Привет, как ты? Мне очень повезло вообще выжить. У нас была целая шахта, которую предстоит исследовать. Мы были в очень хорошей позиции. Я очень много дрался в пвп до этих голодных игр. Поэтому я был достаточно уверен в себе. Но сейчас мы были всего лишь командой из двоих. И вокруг было много команд больших по численности. Мне кажется, или я только что кого-то видел? Может быть, они и дружелюбны? У тебя есть меч? Да, есть. Кто здесь? Ты уверен, что тут кто-то есть? О, да, я уверен на все сто. Если тут кто-то есть, знайте, что мы не против объединиться. Если вы сейчас покажете себя. Если вы не покажете себя через три секунды. Привет! Беги-беги, это большая команда. Беги. Я пытаюсь. Копаем вверх, мы успеем. О, вы такие медленные. Я отвлекаю их. У нас получится. Продолжай копать. Я бью его. О, нет. Ты слышишь меня? Да-да. Просто бежим. Увеличив расстояние, мне и Шанглдору удалось выбраться на поверхность. Но затем мы услышали голоса других игроков. Я слышал кого-то. Привет. Привет, мы пришли с миром. У тебя есть еда? Извините, нет-нету. Мы сейчас все в опасности, за нами гонится команда. Может, у тебя есть семена, чтобы посадить? Нет-нету, но мне кажется, что у меня есть место, где мы можем спрятаться. Том, быстрее, побежали. А то они могут убить нас. Мы втроем сразу же спрятались в пещере. И начали копать вниз, чтобы уйти подальше. Но потом мы заметили, что те игроки в нескольких блоках под нами. Поэтому мы сразу же поменяли направление. И начали потихоньку уходить. И как только мы думали, что все в порядке, другая прокачанная команда показалась из-за деревьев. Они идут, они идут! Вот черт, у меня уже еда кончается. Мы с Шанглдором продолжали бежать, но наткнулись на тупик. Гигантский обрыв. И перед тем, как Шанглдор успел прыгнуть, он был моментально убит вражескими игроками. Я попытался залутать его вещи, но враги сразу же спрыгнули, чтобы убить меня. Парень, извини, нам просто нужны сердца. Моим единственным выходом было бежать через пещеру. Когда я отбежал достаточно далеко, я использовал свой шанс, чтобы подняться. Я надеялся спрятаться между деревьями. Парень, здесь! Здесь булыжник! Он копает, я слышу! Находившись в одном ударе от смерти, я копал так быстро, как только мог. И, к счастью, я наткнулся на водяную пещеру. Тем временем на поверхности появилась еще одна большая команда. И команда, которая меня преследовала, отстала от меня. Так как мне удалось выжить, и, наконец-то, я был в безопасности. Плюс у меня было очень много снаряжения. К сожалению, мой хороший друг не выжил, но я понимал, что мне все еще нужна команда, иначе в дальнейшем мне не выжить. Я поднялся наверх и начал изучать местность, надеясь, что я смогу найти кого-нибудь дружелюбного. Каждому игроку был выдан компас, который ведет к ближайшему игроку. Я аккуратно начал приближаться к ближайшей цели, и обнаружил, что он один. Это был Спешл, ютубер, с которым я был уже знаком. Я надеялся, что он дружелюбен. Привет! Я пришел с миром. Привет! У меня полностью кончилась еда, и я абсолютно безобиден. Ну, и я вижу, что ты тоже, пока не очень вкачался. Да, у меня нету брони, но у меня есть меч. Ты же дружелюбный? Вот в чем вопрос. Да, я дружелюбный, почему бы и нет? У меня есть еда для тебя, если что. Может, ты хочешь объединиться? Да, давай. О, сейчас заметил, что у меня много железа. Очень хорошо. Мы поделились друг с другом вещами, и образовали команду. Сейчас наш план исследовать местность, и желательно подальше от спавна. Вообще, у меня очень дружелюбное начало. Я приручил птичку, добыл немного еды, и там группа из трех. Группа что? Три человека в том направлении. А будем бежать? Или посмотрим поближе? Они побежали к какой-то башне, поэтому, я думаю, не стоит. Окей, я тогда тоже не хочу, чтобы они нас заметили. Да и вообще, я сейчас в панике от больших групп. О, посмотри сюда. О, там житель в этой башне, значит, должно быть безопасно. Вау! Сено! О, черт возьми! Посмотри в этот сундук. Вот это да! Добыча три! Я знаю, да? Класс! Мы можем фармить око. Я надеялся найти золотое яблоко в этой башне, и размышлял о легендарных оружиях. В этом событии будет доступно четыре легендарных оружия. Такие, как, например, косажница, с возможностью красть 25% здоровья. Лук Артемиды, который стреляет взрывными снарядами, а также огненными стрелами. Молот Тора, со способностью пускать молнии и пробивать броню. И последний, меч Мидаса, с увеличением остроты после каждого убийства. И пока что этот меч мне нравится больше всех, но материалы для него должно быть очень сложно достать. Нужно будет сделать лук или что-то типа того. Что это? Посмотри сюда! Это гигантский гриб! Что за... И там рядом какой-то спавнер. О, посмотри! О, свекла! Моя любимая еда! Да, тут массивная ферма свеклы. Тут у нас еще сено. Мы будем лутать гриб? Да и мне кажется, что в той стороне лучше будет делать базу. Да, пошли. О, нет. Я слышу скелетов. Слаймы? Что? Что? Слаймы? Может выпадет лук? Ой-ой. Медлительность 5. Если из него выпали эти стрелы, это будет просто нереально. Не, из него выпали обычные стрелы. Вау, неплохие вещи здесь. Би членистоногих на кирке. Сломаю-ка я его. Ботинки на защите 2. Нам будет нужен для чего-то слайм? Я думаю, да. Мы можем сделать что-то типа ловушки. Или можно попробовать что-то типа скрытой двери. Да. К тому же именно скрытые двери используются очень часто в ловушках. Слизь позволит нам создавать разного вида ловушки. Мы решили на нашей будущей базе сделать ловушку-яму, что будет очень хорошо для защиты от оставшихся 70 игроков. Кстати, в дальнейшем ловушка очень хорошо себя проявит. Плюс мы нашли еще кое-какие полезные материалы. Как же все идеально. У нас уже есть сталактиты. Просто сбоку горы. Странно, что оно здесь. Даже не в пещере. Если они будут падать на сталактиты, это будет круто. Думаю, нам стоит построить самый простенький дом. Я займусь хозяйством. И пока что сделаем небольшую ловушку. Будет классно, если кто-то попадется на ловушку. Считай классные вещи просто так. Затем мы нашли гигантскую гору. И подумали, что это будет классным местом для базы. Поэтому мы начали собирать бревна. В процессе подъема на эту гору мы обнаружили пещеру. И ко мне пришла идея. Знаешь что? Кажется, тут идеальное место для ловушки. Просто сделаем типа обычный тоннель. И тут разместим таблички. Достроим ее снизу. Если просто идти, то ты упадешь в ловушку. Но для того, чтобы перебраться, нужно просто прыгнуть. Если они упали, то они недолго застрянут. И у нас есть время их добить. Затем мы начали строить нашу башню. И я начал вести кое-какое хозяйство. Но неожиданно я обнаружил целую команду, которая уже нас заметила и поднимается на нашу гору. Люди, люди, люди идут. Я понял, что это была та команда, которая атаковала меня на спавне. Нашей единственной возможностью было бежать через пещеру с ловушкой. Не подходите. У нас хорошее снаряжение. О, это хорошо. Да, у нас будет новое хорошее снаряжение. Идем сюда, идем сюда. Он упал. Добиваем его, добиваем. У нас получилось. Ладно, быстро, забираем вещи и убегаем. Мы все равно в опасности пробежать. Копаем, копаем. Какой же я тупой. Не могу поверить, что ловушка сработала. Думаю, сейчас мы в безопасности. Я это сердце тебе отдам, потому что у меня уже два. Вау, у тебя их два? Так, ладно, что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно сделать стол зачарования. Потом мы все зачаруем, и мы сможем уже защитить себя. Хорошо. Да, та ловушка просто очень хороша в защите. Нам нужно каждый раз ее делать. Да, также нам нужно людей еще в команду. Потому что чем позже, тем сложнее будет искать людей. Кажется, что вообще все люди уже в командах. Затем Спешл использовал способность дополнительной руды. Ведь когда мы в первый раз зашли на сервер, нам было предложено выбрать класс. И Спешл выбрал шахтер, со способностью получения дополнительной руды. У меня же был класс фермера, который давал мне бесконечно использовать костную муку. Алмазы. А, нет, блин. Тебе нужно было их добыть, ты же шахтер. Да, я тебя понял. О, нам уже хватает для стола зачарования. У меня пять алмазов. Может быть, у тебя есть кожа? Да, у меня семь штук. О, класс. Мы прямо сейчас можем сделать стол. Класс, у меня есть стол. Тут еще алмазы. О, отлично. Что я могу сделать на свой меч? Что? Как же мне повезло. Погоди, как? Так, с обычного зачарования у меня острота два. Отталкивание и заговор огня. Ну, никто не говорил, что это невозможно. Но согласен, это классно. Не, мне не верится. Мне кажется, это скрытая способность класса. Или это потому, что я ночь. Скин, который взламывает игру. Типа, если ты назовешь себе ночь, то ты выиграл. Ой, еще алмазы. Два, неплохо. Я уверен, что нам стоит собирать больше золота, потому что что-то мне подсказывает, что оно нужно для легендарных оружий. О, я нашел шахту. Что? Почему у кирки есть острота? Ладно, я зачарую лук. Мы вернулись на поверхность с зачарованными вещами. О, тут дом, смотри. Достаточно клевый. Большая бабочка. И на другой стороне реки гигантское сооружение. Что за... Что это? Выглядит как летающий город. Мы отправились в эту летающую конструкцию. И когда мы зашли, нас сразу встретили странные мобы. Кто это? Да их тут целая толпа. Сейчас я очень рад, что у меня этот меч. Мы сломаем спавнер? Да, определенно. Этот данж был очень хорошей находкой. Теперь у нас было много стрел, предстояло открыть много сундуков, а также получить много опыта. А когда мы спустились ниже, мы также нашли бесконечный источник книг. О, книги! О, мы сможем их зачаровать. Интересно, насколько под землю ходит этот данж. У нас есть жемчуг эндера. А также хлеб. Ты же хотел больше еды. О, да. Ладно, давай посмотрим, что сверху. Но с каждым этажом вверх этот данж становился опаснее и опаснее. О, неплохо. Нет, это даже отлично. У нас скоро будет наковальня. Три око. Класс. О, я слышу фантомов. Наверху этого данжа были очень классные сундуки. Но нам лишь предстоит выяснить, что за существа охраняют их. Пойдем посмотрим, что за звуки фантомов. Вот это да, что это? Скелет летит на фантоме, что? Ладно, давай просто сделаем их. Хорошо. Если был бы день, они бы сгорели. О, нет, нам нужно сломать спавнер. Я их отвлеку, а ты ломай. Сломал. О, отлично. Чтобы точно их победить, я семь яблока. О, да, у меня отталкивание, я могу их скидывать. Есть один. О, нет. Нет, 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 нет. Я сейчас умру. Я сейчас умру. Было очень близко. Но мы сможем. Оно того стоит. Сейчас я выгляжу прям как еж. Так, еще один фантом. И его я скидываю. Ну, давай же. Еще двое сверху. О, нет, я упал. А, нет, все нормально. Я выжил. Фух, надеюсь, я нормально. Да, 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 я сорвался, но я использовал блок. Осторожнее. У меня остался последний кусочек хлеба. Что в этом сундуке? Вот это да, такой хороший сундук. Книга невесомой с 3. У нас целый стак железа теперь. Грустно, конечно, это говорить, но кажется, там мост построен игроком. Ну, похоже на это. О, да. Еще какая-то команда тусовалась поблизости, но мы все же решили залутать еще одну башню. Это было очень рискованным решением. Кто-то уже обыскал эти сундуки. Да, тут точно кто-то был. Сейчас мы никого не видим, но это может быть большая команда. Поэтому в любом случае надо быть аккуратней. О, книга верность 3. А сейчас я могу сделать хороший меч. Так, острота 1, теперь сюда. Острота 2. И добыча 3. Теперь это действительно неплохой меч. Не хочешь пойти в основную башню? Или она уже залутана? Пойдем посмотрим. О нет, они вернулись. Фантомы вернулись. Да куда они летят? Ладно, ладно. О нет. Да, я выжил. Святые угодники. Ладно. На всякий случай буду держать окна готовя. Так, пройдем тут. О нет. Я в комнате с миллионом скелетов. Помоги мне. О, хорошо. Вот это да. И наконец-то мы залутали наш последний сундук. О, неплохо. Еще золото. Затем мы спустились обратно в лес. И после продолжительного путешествия мы вернулись на базу. И думали уже продолжить строительство. Но была небольшая проблема, которую нам оставила команда, с которой мы бились до этого. Они все сломали. Они сломали мой дом. Зачем? И оставили кусочек сталактита. Ладно, хотя бы моя пшеница немного выросла. У нас целых три кусочка хлеба. Мы решили найти новое место для строительства базы. И желательно как можно дальше от спавна. Но неожиданно мы узнали, что будет, если подойти к границе мира. Ой, что? Что происходит? Ладно, край мира недружелюбен. Я даже не знал, что произошло. Ой, я испугался. Но нам все же удалось найти хорошее место перед горой. О, смотри, тут неплохо. И если враги все же найдут нашу базу, мы решили сделать ее пугающей, в форме черепа. И строительство нашей базы наконец-то началось. После того, как мы построили внешнюю часть базы, Спешл вышел, так как была уже ночь. Я же решил остаться онлайн и продолжить строить нашу базу. Так я потратил еще 4 часа. На следующий день Спешл вернулся, и я решил устроить ему экскурсию по базе. Зацени, даже мне самому это все нравится. Это эпично, будто мы в джунглях, но на самом деле мы внутри черепа. О, это что здесь? Какие интересные блоки. Мы планировали сделать ловушку на липких поршнях. Но перед этим мы решили, что нам нужно собрать немного животных, чтобы сделать ферму внутри базы. Ладно, я просто попытаюсь сейчас найти кое-каких животных. И как только я начал исследовать местность, я заметил поселение жителей недалеко от нас. Получится ли у меня перетащить жителя? Так, лодка. Хорошо, мы идем. У меня есть чел. Это животное выглядит довольно странно, я должен сказать. Да, но мы же тащим на базу все, что может быть полезно. Думаю, тебе тоже надо перевести жителя. Если мы сделаем библиотекаря, то у нас будут книги. О, да, ты прав, я пошел за жителем. Будет, конечно, немного тесновато, так как это лишь начало нашей армии. Но честно, жители куда более полезные, чем просто животные, так как у них мы можем получить очень редкие книги. Или даже размножить их, чтобы получить ферму железа. Но в попытке размножить их, они просто съели весь наш хлеб и все. Они съели весь мой хлеб и все, на этом ничего не произошло. Поэтому я поднялся наверх, чтобы добыть еще хлеба. Но в процессе выращивания я обнаружил игрока, и казалось, что он один. О, я вижу кого-то. Йо-йо, кто-то снаружи, кто-то снаружи. Окей, я тебя услышал. У него алмазные ботинки. Эй, не двигайся. Ты пришел с миром? Да, я пришел с миром, мне нужна команда. У тебя точно нет команды? Да, сейчас я один. Из-за что у меня есть алмазы для вас? Что думаешь? Вообще, если честно, нам самим нужно еще тиммейтов. Было бы классно. Практически все игроки сейчас были в командах. И честно, было подозрительно, что есть игрок, который все еще не в команде. Но и правда казалось, что он хочет нам помочь. Поэтому мы решили добавить его в нашу команду. Окей, я думаю, ты можешь присоединиться к нашей команде. Нам всем от этого будет лучше. О, да. А также у меня есть еще кое-что для вас, ребят. Что? Откуда у тебя это? А, я нашел их в сундуках. На спавне. Вот это да. Ладно. Хорошо, теперь мы устроим тебе экскурсию. Изначально мы хотели здесь разместить животных, но теперь тут жители. Очень даже неплохо. Тут мы пытаемся их кормить и надеемся с ними сторговаться на какие-то супер книги. Также мы до этого нашли слайм в сундуках, поэтому мы собираемся сделать ловушку. Где-то в этом коридоре, поэтому он такой длинный. Поэтому сейчас, если ты поможешь нам сделать ловушку, это будет... Да, давайте. У меня даже есть немного редстоуна, если вам надо. Или вы дадите мне остальное, а я сделаю поршни. О, у тебя редстоун, класс. А что ты вообще делал до этого? Ну, я изначально ненадолго затаился возле спавна. Сделал несколько убийств, ничего такого. Потом я просто ходил один, но решил, что мне все-таки нужна команда. Так, тут будут ступеньки. Вниз, если кто-то упадет. Можно будет сделать шире. И разместим тут рычаг. К примеру, если нас кто-то преследует, будет очень классно. Если кто-то появится, можно будет заблокировать вход. Вот так. Вот так. Да, да, да. И пока наш новый тиммейт Суп строил ловушку, он услышал множество скелетов за нами. И мы обнаружили, что совсем недалеко от нашей базы было кое-что очень крутое. Я нашел пещеру. О, не может быть, смотри, тут спавнер. Не может быть. Погодите, что? Спавнер скелетов прямо здесь. О, вот это да. Книга, быстрая перезарядка 3 и сидение. Невероятно. Это вообще имба, оно еще рядом с нашей базой. Не будем ломать спавнер, можно будет возвращаться для того, чтобы получать опыт. Суп продолжил строить ловушку. Я занимался земледелием, а спешл занимался торговлей. И в один момент спешл заполучил очень хороший трейд. Эй, у нас есть острота 5 за 32 изумруда. Это хорошо? О, вот это да. Это реально классно. Я сразу собрал несколько стаков бревен, чтобы спешл смог продолжить добывать изумруды. И мы были уже очень близки. Не может быть, чтобы стака бревен хватило, чтобы получить остроту 5. Тем временем я решил сфокусироваться на том, что сделает нашу команду непобедимой. На добыче компонентов для меча Мидоса. Я решил быстренько сгонять к спавну, посмотреть материалы, которые нужны для создания меча Мидоса. И стать первой командой с легендарным оружием. Я думаю, я подобываю сахарного тростника, пока тебя нет. А я пока подобываю опыт на спавнере. Но чего я не знал, это то, что покидать базу было огромной ошибкой. Я взял лошадь и начал свое путешествие к спавну. Но когда я добрался туда, игроки преградили мне путь. И мне нужно было придумать, как обойти их. Так, я вижу людей. Ой-ой. Но мне нужно понять, какие компоненты нужны. Мы убьем тебя. А, мы уже сзади. Ладно. Я не хочу этого делать. Вам лучше отойти. У меня есть бомба. Еще поближе, и я ее использую. У меня все же получилось заскринить материалы. Я начал бежать от спавна, но игроки никак от меня не отставали. Я все бежал и бежал. Даже не подозревая, что спешл был в огромной опасности. Оказалось, что Суп был в сговоре с другой, очень опасной командой. И он был в их команде с самого начала. Суп был отправлен, чтобы влиться в доверие к другой команде. Украсть их вещь и принести к своей настоящей команде. И пока я был далеко на спавне, и пока у нас был житель с остротой 5, Суп решил, что это идеальная возможность, чтобы обмануть спешла. Похоже, пора сматываться. О да, как много хороших вещей. Еще здоровье. Астрота 5, о да. Это мое. Пока. Алло. Да, я дружелюбный, почему бы и нет? Это животное выглядит довольно странно, я должен сказать. Они сломали мой дом. Эй, у нас есть Астрота 5 за 32 изумруда. Пожалуйста, не говорите, что они... Да, они убили библиотекаря. Моих единственных тиммейтов теперь не было. Все, что у меня было сейчас, это пустая база и железная броня. Но я должен дойти до конца, чтобы наш со спешлом труд не пропал зря. И я сразу же начал прокачиваться, чтобы подготовиться к аду. Если заполучу меч Мидоса, то все круто. Но на данный момент моя единственная возможность это ад. Лишь бы он не сломал спавнер. Ладно, хотя бы у меня есть это. Я начал с того, что преобразовал спавнер под нашей базой в ферму. И убивал скелетов до тех пор, пока у меня не накопился 14 уровень. У меня было очень много костей и стрел. Сейчас мне бы сделать арбалет. Хорошо, у меня есть рецепт. Но у меня даже нет стола зачарования. Пока что тогда будет просто с быстрой перезарядкой. Затем я использовал муку, чтобы заполучить гигантское количество хлеба. Это очень поможет, когда откроется ад. Он же откроется где-то через час. Сейчас мне главное успеть подготовиться. Затем я завел нового библиотекаря. И, к счастью, у него была хорошая книга. Заговор огня. Это может быть хорошим преимуществом перед игроками в аду. Поэтому я сразу пошел рубить деревья. Я надеюсь, у меня получится. И... А, да. Ровно 16. И у меня даже остался стак древесины. Даже может хватить на 2 книги. Я смогу получить заговор огня 2 на своем мече. Это было бы очень хорошо. Не время спать. Время заговора огня. Спасибо и спасибо. Объединяем их. И... Все. Круто. О, и сейчас я смогу получить очень много еды. Так как у меня добыча и заговор огня. Сейчас ненадолго в пещерку, и как только ад откроется, надо быть готовым. Добавив заговор огня на свой меч, я решил проверить компоненты меча Мидоса. Я понял, что он был намного более дорогим, чем я ожидал. Скриншот, который я сделал до этого, показывал, что для него нужно 48 блоков золота, 32 огненных порошка, зачарованное яблоко и золотой меч. И, конечно же, лучшее место, чтобы все это получить, бастионы в аду. Там даже могут попасться зачарованные яблоки. Но перед тем, конечно, мне бы желательно получить кирку на удачу. Но все зависит от того, сколько у меня времени. С ней же у меня получится ускорить процесс. Ладно, я спущусь в эту пещеру. Может быть, она куда-то ведет. Тут просто будем копать вниз. Так я выкопал яму прямо до сланца. О, думаю, тут пещера. Ладно, все нормально. Я буду собирать каждый кусочек золота, который увижу. Ведь вместе с мечом у меня будет шанс. О, класс! Пока что все идет отлично. Если мне и попадутся алмазы, то мне кажется, они где-то здесь. Отбрасывание 2. Интересно, это может быть очень полезная книга. Также я соберу очень много паутины для Ада. Паутина плюс лава — это круто. О, тут у нас спавнер. Нет-нет, не подходи ко мне. Да, также, если кому-то интересно, в этом событии щиты отключены. По этой причине у меня его нет. И это делает битвы куда более опасными. О, да, мы нашли алмазы. Мне бы найти еще одни залежи алмазов, чтобы сделать одну часть брони хотя бы алмазной. Типа шлема или ботинок, которые у меня уже скоро сломаются. Это бы мне очень помогло. О, алмазы прямо тут. Пожалуйста, еще один. Пять. Ну, у меня почти получилось. Надеюсь, в этом сундуке хорошая книга. Подводная защита и седло. Если что, в аду можно будет оседлать страйдера. О, морковка. Моя ферма будет улучшена. Так, возьмем это. Так, седло, подводная защита, нити. Еще опыт, неплохо. Наконец-то, еще алмазы. Он сгорел? А нет, все нормально. Хорошо, теперь мне хотя бы хватает на ботинки. А чем я сейчас займусь? Портал я буду делать на своей базе, поэтому заранее мне нужно накопать обсидиана. И потом, как только ад откроется, я сразу же пройду. Хорошо, поднимемся. И мы вернулись. Наш старый добрый черепок. Теперь мы сделаем ботинки. Новый шлем. О, подводная ходьба, это хорошо. Могу я поменять этого жителя? Что? Не может быть с первой попытки? Невероятно. Просто сделаем это. Нам очень нужна эта книга. Как я могу сделать глину? Это где-то здесь? Я точно мог бы быть побыстрее. Это были самые быстрые 12 изумрудов в моей жизни. Просто 2 секунды и все. Вопрос в том, хочу я удачу 1 или я хочу удачу 2? Конечно же, я попробую удачу 2, потому что это так быстро. Хорошо, удача 2. Мы наконец-то подготовлены. Что ж, подходим к этому челу. Удача 2. Ура. Делаем это. И последнее. Я все-таки очень хочу отталкивание на лук. Сделать ли мне это? Ну, а почему бы и нет? Затем ад был наконец-то открыт. И все самые опасные команды готовились пройти. Тем временем оставалось в живых 54 игрока. И это означало, что если я пройду, я буду атакован сразу же. Мне нужно хорошо подготовиться. Админы пишут, не бегите сломя голову. Но у меня и выбора-то нет. Тем временем я подготовил блоки. Что можно еще взять? Так, ладно. Мы отправляемся. Нам пора. Я надеюсь, меня никто не будет ждать на той стороне. Хотя бы хорошо, у меня есть ведро с лавой. Надо убедиться, что никто не пройдет. О, нет, пиглины мне не рады, это точно. Не надо. Может, просто убить его? Хорошо, золотой меч. Я исследовал ад достаточно много времени. Что? Кто-то только что умер недалеко. Я прям видел молнию. Я ничего не вижу. Но, наконец-то, в дымке я что-то обнаружил. О, да, я нашел бастион. Это очень хорошо. Мне нужны золотые блоки. Не могу сказать, он сокровищем или нет, но если да, то там будет очень много блоков. О, нет, я увидел команду. Я надеюсь, они меня не видели. Блин, да, они там. Если они дружелюбные, то я могу к ним присоединиться. Я надеюсь, они дружелюбные. Но они точно видят мой мост. Ребят, вы дружелюбные? Ну да, мы достаточно дружелюбные. Че, как ты? Звучало неубедительно. У меня есть книга на защиту 4. Может быть, поторгуемся? Да, я бы поторговался. У меня есть очень хорошее зелье. Да. Просто кинь книгу на защиту 4, а я кину в ответ. Кидаю 3, 2, 1. Скинул. Это книга на защиту 4, да? Да, она прямо здесь. Просто кинь зелье. Кинь зелье. Кинь его. Мы ценим это? Давайте, парни, атакуем его. Зачем? У меня ничего нет. Тебя обманули. Мы знаем, что у тебя что-то есть. Эта опасная команда начала гнаться за мной. Они загнали меня в тупик прямо перед пропастью. Но, к счастью, у меня был план побега. Ты прыгнул? Да! Я быстро поднял две алмазные части брони. Но перед тем, как я собирался поднять штаны, они атаковали. О, нет, они здесь. Моей единственной возможностью было спрятаться в бастионе. И, к счастью, я попал прямо туда, где были все золотые блоки. Я начал собирать так много, как только мог. Вот это да. О, боже, пиглины везде. Я заметил, что они были все ближе. И я начал искать страйдеров, чтобы убежать. Я заметил пару страйдеров неподалеку. Но как только я собирался бежать, враги были достаточно близко. У меня была только одна возможность, чтобы убежать. Как тебе мой топор на заговор огня? Пацаны, он на страйдере! Давай, страйдер, беги, беги! Мне попался такой быстрый! Я никогда не видел, чтобы страйдер был настолько быстрым. Ладно, просто убегаем. Ад доказал, что он настолько опасный, насколько я ожидал. Но мне все равно нужен был огненный порошок для меча Мидоса. И если мне не удастся найти крепость быстро, то вражеские команды наверняка сломают все спавнеры. Поэтому я продолжил исследование ада. И еще через кое-какое время я все-таки нашел адскую крепость. Блин, люди уже здесь были. С этим даже не поспоришь. Хорошо, по-быстренькому проверю. Надеюсь, что они не сломали спавнеры. Иначе все мои планы, можно сказать, разрушены. Мне просто нужны палки Ефрита. И желательно ни с кем не вою я. Это люди? Вот черт, да, это люди. Алмазная команда из троих. Ладно. Посмотрим, сломать ли они спавнер. И если что, я после них. Блин, я даже того парня не видел. Это была большая проблема. Супер прокачанная команда, которая контролировала спавнер и Ефритов, заметила меня. И единственной моей возможностью сейчас было просто ждать. Надеюсь, что они отстанут. Да нафиг он нужен? Он может нас в лаву скинуть. Он здесь. Тут, тут, тут. Эти игроки были намного более опасны, чем я думал. И битва с ними будет явно не легче, чем прошлое. Так, хорошо, спавнер пока что здесь. Пока я могу просто прятаться. И все хорошо. Я решил предпринять еще одну попытку их убить. Это может их отпугнуть, и они убегут. Также, если мне это удастся, я могу прокачать свою броню. К счастью, у меня был один полезный предмет, который может убить игрока с одного использования. У меня была кровать. Честно, я боюсь ее использовать. Планируя использовать опасную взрывающуюся кровать, я снова поднялся наверх. И после того, как я обнаружил одного отделившегося игрока, я понял, что это мой шанс. Один есть! Используем сердце. О боже, мне просто надо убегать. Те двое просто до абсурда прокачаны. Давай, давай. Так, алмазный нагрудник на защиту 2. Хотя бы что-то. О, рискованно. Очень рискованно. О боже, в меня стреляют. Я ем последние два кусочка рыбы, и у меня больше нет еды. То есть я вообще, мне ничего не остается. Но мне все еще нужны палки и фрита. Может мне просто спрятаться? Аккуратно прыгаем. Просто спрятаться пока что, а потом добыть стержни и фрита. Это все, что сейчас нужно. После того, как я затаился в лесу, выяснилось, что мой план все-таки сработал. И те игроки покинули крепость. Так, но я их не вижу близко, значит они ушли. Но как только я вернулся, я заметил еще одну команду поблизости. Боже, тут еще люди. И так как сейчас у меня абсолютно не было еды, мне следовало быть очень аккуратным. О, я спасен. Я поднял арбуз. Я даже не заметил, но, наверное, я поднял его ранее. Я поднялся на крепость и начал добывать стержни и фрита так быстро, как только мог. Благо у меня меч на добычу. И наконец-то закончил одну из четырех составляющих для меча Мидоса. Теперь я мог наконец-то вернуться в нормальный мир и начать прокачиваться. Но пока я шел обратно к своему порталу, я наткнулся на игрока, которого, к счастью, я хорошо знал. Что, Сильвер, это ты? Эй, Алекса, три команды пытались убить меня в аду. И мне вообще очень повезло дожить до этого момента. Но у меня есть стержни. Хочешь, сходим на мою базу быстренько? О, стержни, это хорошо. Ну вообще, до моего портала осталось немного вроде. Может быть, у тебя есть еда? Да, есть, держи. Сейчас я в процессе создания золотых яблок. А у тебя есть живые тиммейты? У меня в команде была Айза, но она умерла. И на базе еще один. С тобой была Айза? Да, кажется, это мой портал. Он идет прямо на твою базу, да? Ну тогда пошли. Так, я решил вернуться, но пока что на базу Алексы, которая была башней с жителями, многие из которых были очень сильно прокачаны. Вот, смотри, все самые прокачанные жители здесь. Тут один на починку. И сверху там жители для брони. И мне кажется, что тебе следует пойти туда. Тебе точно нужно прокачать штаны. Вот это он у тебя вкачан. Это очень классно. Затем тиммейт Алексы также вернулся на базу. Че как? Привет! И мы втроем решили образовать новую команду, так как их предыдущий тиммейт тоже умер. Наконец-то я был с игроками, которыми я мог доверять. И честно, я испытал нереальное облегчение. Конечно, была проблема в том, что сейчас ад открыт, и все будут в низритовой броне. Чтобы у нас был шанс, нам все равно нужно очень много качаться. Я занялся торговлей. Купил у кузнеца штаны. После чего Алекс и Бленк предложили мне переехать на мою базу. Сейчас мы все взяли от жителей, и они нам больше не были нужны. Так меня предал мой собственный тиммейт. Он забрал мой ствол зачарования и... Убил моего жителя. Там была книга со стартой 5, а он просто убил его. О, нет. Погодите, а может мы... Нет, жителей перевозить очень долго. Теоретически, если их перевезти через ад, порталы же близко. Нет, не прыгай на крышу. Не убегай. Бро, он реально убегает. Да, я поймал его. Перевезти жителей через ад оказалось куда более сложно, чем мы ожидали. О, боже. Мне так повезло. Спасибо сердцам. Кто-нибудь это видел? Нет. Я только что пролетел где-то 10 миллионов блоков вниз, и к счастью выжил, потому что у меня 6 дополнительных сердец. Ээээ, да, я ничего не видел. У вас есть еда? А то у меня очень мало сейчас. Я не могу есть блоки арбуза. Просто сломай их. Арбузы! Может у вас будет еще что-то, кроме арбузов? Их так сложно есть. И не будет. Иди. Иди, иди, иди. Кажется, что я его сейчас скину просто. Просто поднимайся. О, кажется, я знаю способ, как их перенести. Если нажать правой кнопкой мыши на него, то он будет двигаться. Бленк, ты просто гений. О да, вперед. Наконец-то мы нашли мой портал и прибыли на мою базу. Было уже довольно поздно, поэтому Бленк ушел на ночь. И так как ночью меньше игроков, я и Алекса решили, что это отличная возможность подобывать ресурсы. Наш план — добывать золото, а также искать сундуки. Надеюсь, что попадется зачарованное яблоко. Значит, сейчас идем в шахту. И все должно быть хорошо, пока Бленк не вернется. А это что? Это чья-то база? Тут что-то идет вниз. Думаю, если тут есть враги, то они там снизу. Ладно, тогда копаем чисто вниз. О, класс! Будто по плану. Тут такая классная пещера. О, я уже вижу золото. Золото, да. Но что мы не осознавали, так это то, что прошло уже половина ивента. Оставшимся 45 игрокам ничего не оставалось, кроме как добывать ресурсы. Поэтому враги должны быть недалеко. О, золото. Что это было? Да, совсем скоро мне нужно будет чинить броню, поэтому я не жалуюсь. О, там даже еще алмазы. О, нет. Чел, что? Не так долго после начала добычи ресурсов, мы с Алекса услышали первые голоса. В этот раз мы слышали где-то 4 человека, и мы понимали, что были в огромной опасности. Эээ, что думаешь? Ты хочешь с ними биться? Мне бы, конечно, не помешали сердца. У меня нет ни одного. Я еще никого не убивала. Было бы, в принципе, неплохо сейчас кого-нибудь убить. Хорошо, давай сейчас немного выждем и посмотрим. Эта пещера идет вверх, так что, если что, мы сможем сбежать. К счастью, наша база недалеко. Погодите-ка, мне кажется, или я слышал голоса? Бежим, бежим, бежим. Затем я понял, что мы с Алексой разделились, а команда из 4-х показалась из-за стены. Нет! Алекса, беги! Их слишком много! Беги, беги! Не оглядывайся, я здесь, я здесь. Сюда, сюда. Алекса, главное, отходи от них. Нам нужно копать. Сюда, сюда, сюда. Продолжай бежать. Не останавливайся. Я забежал в верхнюю пещеру, думая, что Алекса бежит за мной. Но она упала вниз, и ее окружили враги. Нет! Моей единственной возможностью было попробовать сбежать. Но затем я заметил, что самый сильный игрок в их команде отделился от всех. Поэтому я решил, что это хорошая возможность победить его. Привет, мой друг. Давай. Зачем ты убегаешь от меня? Эта команда казалась неуязвимой. И мне пришлось отступить на поверхность. О, боже. Я слышу тебя. Я чувствую. Я не знаю, преследуют ли они меня, но я просто попробую бежать. Кажется, я наткнулся на базу той самой команды. Они уже подо льдом. Ладно, нужно бежать. Моя база в этом направлении. Если я успею до нее добежать... Они не видят? Они видят меня, да. Все четверо игроков гнались за мной. Они даже начали использовать жемчуг, чтобы догнать меня. Как же их много! Да сколько же у него жемчуга? Я могу чувствовать твой страх. Может, ты немножко подождешь? Зачем убегать? Ну же, иди ко мне. Нет! Ты промазал. Эта ошибка будет стоить тебе жизни. Иди отсюда. Ну ты и дурачок. Без моего лука с отталкиванием я думал, мне уже конец. Но я продолжал бежать по направлению к своей базе. Мне бы добежать до ловушки, там я точно смогу убить хотя бы одного. А там у меня уже будет время убежать. Не подходи. Ты пожалеешь об этом? Наконец-то дом. Ты всего лишь животное. Типа кролика. Я тебе сие. Надеюсь, у меня все получится. Сейчас у меня был шанс, чтобы отомстить за Алексу. Я нажал на кнопку, и один из них попался. Но я не мог пройти, чтобы добить его, так как второй заблокировал путь. Но все же у меня получилось оббежать его. Три злых игрока все еще охотились за мной. И моей единственной возможностью было спрятаться под базой. Но затем я заметил отделившегося врага и решил незаметно атаковать. Он тут! Помогите! Я не знаю, где ты. Ой! Давай же! Нет, Коммон Хэд вернулся, и у нас началась новая дуэль. Да что это за здание такое? Я знал, что он почти не получает урона, и моей единственной возможностью было убежать. Нет, парень, ты не сбежишь. Сейчас я был на вершине горы, и я мог использовать свой лук с отталкиванием, чтобы скинуть игроков. Знаешь что? Я подумала, я хочу быть твоим другом. Мы же можем быть друзьями, да? Нет, не после того, как вы убили моего тиммейта. Ой-ой-ой. Твоя броня должна быть на совершенно другом уровне. О боже! Как же ты меня бесишь! О боже, кажется мне конец. Бой постепенно перерос в дуэль, так как тиммейт и Коммон Хэд решили отступить. И я решил бросить все силы на то, чтобы устранить его. Давай, кушай свои яблочки. О, твои ботинки! Надо было поднять ботинки с твоего мертвого друга. О, твой шлем! Нет, 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 нет! О, твой шлем! 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 Сочно! Мои возможности быстро сокращались. Мой шлем сломался, и у меня осталось 6 кусочков хлеба. Несмотря на то, что я наносил ему огромное количество ударов, казалось, что он чувствует себя превосходно. И моей единственной возможностью было забраться на гору и использовать высоту, чтобы убить его. Помогите! Помогите, рандомные люди! Убейте парня, который гонится за мной! Бейте его! А как насчет, чтобы я убил тебя? О, боже! Но он все равно был очень близко. Я прыгнул в трещину, не заметив, что она была очень глубокой. Но, к счастью, я разместил воду вовремя. И, наконец-то, я был снова в безопасности. О, господи! Это было... Это было самое страшное, что вообще могло произойти. К счастью, он бы точно не выжил. А продолжение смотри в следующей, финальной части этой королевской битвы. Подпишись, чтобы не пропустить ее. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok